Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ежегодно, братья и сестры, этот день, будний день, среди недели попадающий часто, собирает как великий праздник, как в день пасхальный воскресный тысячи народа на этом месте. Ведь недаром говорят, что день престольный равен дню пасхальному. Не по причине празднуемого торжества и не по смыслу праздника, а по обилию благодати, которая подается в престольный день, равно как и в день пасхальный. И каждый из нас, братья и сестры, чувствует эту пасхальную радость, в возвышенное состояние, и душа влечет каждого верующего человека на это святое место, на каком-то даже подсознательном уровне. Просто человеку хочется сюда приехать, чтобы еще раз испытать то чувство, которое он испытал однажды сюда приезжая. Что же привлекает так человека сюда? В стихе Риноверное Воскресенье эти слова. «Днесь благодать Святого Духа нас собрать». И поистине, братья и сестры, мы, чувствуя благодать Духа Святого, мы собираемся, чтобы праздновать день памяти святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Франциского, Адамовского и всея Руси чудотворца. Удивительно, братья и сестры, как жизнь одного человека может собрать тысячи народов вокруг себя. Воистине сбываются слова преподобного Серафима Саровского. «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». И мы ярко это видим, братья и сестры, сколько вокруг сел и больших по количеству народа населения, и села с великолепными храмами, со старой постройки. Почему сюда, в село, где всего лишь 130 человек жителей, почему сюда, где только в прошлом году осветили храм и открыли в скит на этом святом месте, собирается народ Божий? Да потому что чувствует, что здесь, на этом месте, благодать Божия нисходит не просто, а по молитвам угодника Божия, любящего это место. По какой же причине святитель Иоанн так любит это место, что сугубо молится и собирает каждый год нас, располагая наши сердца, приехать подчас за тысячи километров сюда? Это его родительский дом. Именно на этом месте стоял дом Панов Максимовичей. Его дедушка был крупным землевладельцем, дядя – ректор университета. Мама была из Харькова, из семьи знаменитого доктора. Отец был предводителем Харьковского губернского дворянства. На этом месте стоял их дом, в котором родился святитель Иоанн. Впервые раздался здесь его детский плач в этом доме. Задумайтесь. Человек, когда рождается в этот мир, не улыбается, не радуется, не рукоплещет младенец. Первый звук, который издает младенец, рождаясь в этот земной мир, – это плач. Младенец молтел, но совершен уже душой. И душа понимает, что рождается в этот мир скорбей, лишений, гонений, болезней, старости, несправедливости. В этот мир, который подчас, забывая Бога, живет по своим каким-то настроениям, самооправдывая себя. И вот, братья и сестры, здесь родился святитель Иоанн. Родители его, как говорит житие святителя Иоанна, были сугубо благочестивы. Нечасто они своими пожертвованиями помогали рядом стоящей в Святогорской пустыне. А сами почасту проживали там, под Волгу, руководствуясь духовными наставниками и советами-духовником Святогорской пустыни. В праздники, как говорили старые люди, паны накрывали во своих дворах столы и на праздник кормили все село. И сегодня святитель Иоанн, не изменяя традиции благочестивой родительской, собирая всех нас, всех приезжих на Его праздник, кормили. Мы построили скит, но и это тоже было прообразовано еще в Его владенческие и отроческие годы. Житие Его говорит, что он был мирен сердцем, спокоен характером, добросердечен, и поэтому он находил всегда общие какие-то такие отношения со своими сверстниками и дружил со всеми, но мало посвящал времени обычным детским сельским забавам. Он любил чтение, житий святых, зачитывался историческими сочинениями. В доме у него, как говорили старые адамовцы, было два этажа, по шесть комнат в каждой, на каждом этаже. И вот все эти комнаты, все стены были уставлены иконами. Маленький Миша Максимович, как его в крещении звали, это он в монашестве, потом применит имя Иоанн в честь своего сродника, Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, который нетленными мощами почивает в столице Сибири. А тогда к Богу у него выливалось в любви к святыне. Он покупал иконочки и расставлял по стенам дома, да так, что уже места в доме на стенах не осталось, все было уставлено иконами. Мы еще с вами, братья и сестры, отстаем. У нас еще вон сколько места на стенах, чтобы уставить их святыми иконами. А святитель Иоанн в детстве уже прообразовывая, что здесь место святое будет, многих святых угодников не просто ставил, но и молился этим угодникам Божьим. и уже взмолился взмолился его отец, прося, что уже места нет, уже некуда ставить святые иконы. И тогда святитель Иоанн попросил своего отца, чтобы последнюю иконочку еще взять, хотя бы, если можно было бы. И он спросил, какую? Он сказал икону всех святых в земле русской просиявших. Желаю иметь угодников Божиих в своем доме всех, которые просияли в нашем Отечестве, а может этим Господь прообразовал, что когда-то в соборе этих святых на этой иконе будут изображать и его. И прообразовал открытие монастыря и созидание монастыря. Каким образом в детстве он мог прообразовать? Когда ему давали солдатиков, покупали родители для игры и разные форды военные какие-то, картонные, то он их огородил, солдатиков одевал монахами и игрался в монастырь. Уже в детстве прообразовывая, что здесь будет монашеская молитва, монастырь, мы построили из кирпича, а он строил из того, из чего мог, но уже пророчески прообразуя, что это будет место святое, намоленное, где будет звучать монашеская молитва. Его детское благочестие, братья и сестры, оно поразительно. Мы смотрим подчас на наших детей, которые воспитываются в верующих семьях, но все равно видим подчас, что они ходят с родителями в храмы, а когда подрастают, то с возрастанием их почему-то начинается какое-то охлаждение и к церкви, и к службе, и к молитвам. Может потому, что не видят того примера благочестия, поразительного благочестия, которым отличались его родители, а житье говорят, что родители его были искренне благочестивы и привержены церкви Христовы. Ведь недаром из их рода были святые угодники Божии. И вот братья и сестры один случай вспоминается, когда он учился в кадетском училище в Полтаве. Еще будучи отроком, во время обучения в кадетском корпусе, это все равно, как знаете, как суворовское училище своего рода было. И дворяне отдавали туда своих детей, чтобы они выросли и мужественными, и защитниками. И вот по причине приезда великого князя Константина в Полтаве был праздник и давали парад. Стояли и великий князь, и губернатор, архиерей, многие знатные люди Полтавской губернии присутствовали на этом параде. Войска маршировали по соборной площади, на краю которой стал кафедральный Полтавский собор. И вот маршируют кадеты. Конечно, все с умилением смотрят на этих отроков юных, которые стараются маршируя, участвуя в параде. И вот вдруг из их среды, из строя, когда тот поравнялся с кафедральным Полтавским собором, вдруг вышел юный Миша Максимович. Обратившись к собору, он перекрестился и положил поклон. Потом опять встал в строй и продолжил шествие парадное. Возмущению начальства не было предела. Как посметь нарушить строй, парадный строй на глазах у великого князя, у губернатора, у всех, его хотели даже за это исключить из училища. Но великий князь сказал, а за что же здесь исключать? Этот отрок нам показал искреннее, не лицемерное, не человекоугодническое почтение к Богу. Он несмотря, что мы тут такие великие, знатные, все присутствуют, не нам честь воздал, а Богу в первую очередь. Воздал поклон, воздавая честь Творцу. Да мы у Него учиться должны. И вместо изгнанника Он стал героем дня. Вот такое искреннее благочестие возрастало в нем и в дальнейшем. Ведь не даром он хотел поступить в семинарию или в академию духовную. Он стремился к священническому служению. Но родители настояли, чтобы он закончил Харьковский университет юридический факультет. И он любя родителей, уважая их до самой кончины, он уступил просьбам и благословению родительскому и поступил в Харьковский университет. Но и здесь он не оставлял подвигов благочестия. Он постоянно ходил на службы в Покровский Харьковский монастырь. А молясь у мощей святителя Милетия Харьковского, он впоследствии навсегда возьмет пример его подвижнического жития. Святитель Милетий никогда не спал лежа. Он только сидя разрешался беззадремать святитель Милетий Харьковский. И впоследствии святитель Иоанн, подражая ему в аскетических подвигах, он всегда только лежа мог задремать. Или вставший на земной поклон святому углу перед иконами, перед иконами подчас, после молитвы и оставался на полу отдыхая в земном поклоне. Там же он встретился с будущим своим духовником, который его постригал в монашество и рукополагал во священство, это святитель Антоний Храповицкий, который был епископом Волынским, впоследствии архиепископом Харьковским, потом митрополитом Киевским, и митрополит Антоний впоследствии эмигрировал в Сербию, создал среди эмигрантов русскую зарубежную церковь, и навсегда был духовником святителя Иоанна. В Сербии он принял и постриг и хиротонию священническую, и все знаете великого угодника сербской церкви святителя Николая Велимировича, святителя Николая сербского. Так святитель Николай говорил в своей пасте, вы хотите знать, есть ли в наше время святые? Пойдите посмотрите на иеромонаха Иоанна Максимовича, это живой святой наших дней. Святитель Николай Сербский так отзывался о молодом тогда иеромонахе, который был преподавателем в русской семинарии в Сербии. Впоследствии, рукополагая его в епископы, святитель Антоний назначил ему кафедру в Шанхай, Китай. В Китае очень много было, тоже жило иммигрантов. И святитель Иоанн, приехавший в Шанхай, создал там среди не только иммигрантов, создавшие общину, потому что там было не просто нужно было быть епископом, епископу, миссионеру, который не словом, а жизнью своею бы собирал и привлекал к себе народ Божий, созидая церковь Христову. Святитель Иоанн построил детский приют в честь святителя Тихона Задонского. До тысячи человек в этом приюте было не только детей, сирок, иммигрантов, но он ходил по трущобам и в порту Шанхая, где подчас детей для всякого непотребства продавали за бутылку водки. Он ходил и выкупал этих детей и собирал их в приюте. Впоследствии эти дети станут его духовными чадами и почитателями. Но в 49 году коммунистическая власть приходит и в Китае. Иммигрантов изгоняют. И их поселяют на остров Тубабао в архипелаге Новой Зеландии. На этом острове никто не жил, потому что по несколько раз в году на этот остров обрушивались тайфуны и цунами. Поселили наши беженцы там. Они сделали себе кое-какие навесы, бараки, церковь как навес была такая из тростника сделанная. Несколько лет прожили на этом острове наши беженцы. Ни одного тайфуна и ни одного цунами в эти годы не обрушивалось. И говорили, да никогда у вас беды не будет, ведь весь лагерь, все поселение каждую ночь епископ Иоанн с крестом обходит, благословляя на все стороны. Проживя там несколько лет, святитель Иоанн поехал в Америку и в Конгрессе просил, чтобы иммигрантам дали американское гражданство. Его кроткий вид и его слово наполненное силой божественной благодати сотворило чудо. Американцы разрешили переехать в Америку русским иммигрантам и дали им американское гражданство. Жившие в тростниковых навесах на острове Тубабау, причем как только уехали лагерь беженцев в Америку в тот же день на следующий день обрушился тайфун и цунами и снесло и разрушило все, что было ими построено и где они жили. Они приехали в крайней бедности. Большая община поселилась в городе Сан-Франциско. Святитель Иоанн всего лишь 4 года прожил в Сан-Франциско. За это время он успел построить собор Божьей Матери всех скорбящих радостей, который является самым большим православным храмом на североамериканском континенте. Его нетленные мощи по сегодняшний день лежат в соборе, в котором он строил и о котором он переживал о строительстве. но и здесь враг мстил ему за те дела милосердия, любви, ревности, обозе. Его обвинили, что он раскрадывает церковные деньги. И даже суд был над ним. И он сидел на скамье подсудимых, пока шло разбирательство дела, ни одного слова не сказавший свое оправдание. молча выслушая обвинения, выступления прокуроров, адвокатов, зная, что у них, у него один заступник, защитник наш Бог Иаков. И на него полагаясь, святитель Иоанн все скротностью и смирностью духа все это переживал. Он ходил босиком всю жизнь, не давал покоя своему вредному телу, спал сидя. Вот здесь стоит кресло. Именно в этом кресле, в городе Сиэтле, святитель Иоанн сидя скончался. Из Сиэтла нашлись наши эмигранты, которые выкупили это кресло и привезли его сюда, переслали нам по почте. И когда нам переслали это кресло и в Донецке мы его растамаживали, то, конечно, такая пересылка крупной вещи, она определенную сумму денег стоила. Так что те, кто растамаживали, заинтересовались. Батюшка, что вам прислали из Америки? Такое дорогое. Я говорю, кресло. они так с удивлением пожали плечами. Ну, понимаете, есть у попив такая прихоть. Захотелось американского кресла. Ну, не будешь же им объяснять подробно, что в этом кресле умер угодник Божий, что для нас это дороже всякой ценности. Это святыня, где его святая душа с этого кресла как первая ступень его восхождение в Царство Небесное было. А на кресле лежит его омофор святительский. Омофор от облачения, которое он носил. И по простоте этого омофора тоже можно судить о простоте и о чистоте его души. Души святителя Иоанна. И вот, братья и сестры, в сегодняшний день мы празднуем его память. День его перехода из этой земной реалии плача, скорби, болезней, несправедливости. В Царство Небесное где же не есть болезнь, печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Сегодня находясь в Царстве Небесном сей угодник Божий молится за всех нас это без сомнение. Для него не было чужих людей ни в Сербии. Он там старался святостью своей многих наставить и словом поддержать. Для него не было чужих людей в Китае. Он и китайских детей старался спасти от греха и от беды. Для него не было чужих людей во Франции и в Бельгии. Я вспоминаю, как приехали к нам в монастырь французская делегация и французы увидели икону святителя Иоанна. Знаете, как французы отреагировали? Они стали хлопать в ладоши и подпрыгивать от радости. Нашего, адамовского, который родился здесь, сегодня Божия французы встретили как будто своего родственника, увидевши только его икону. Бельгийцы впоследствии в Америке он стал ее покровителем и славою Святого Православия в Америке, почивая нетленными мощами, как спящие в соборе Сан-Франциско. Для него не было чужих людей. Он здесь все покрывал и исполнял любовью которой как высшим даром Божиим был награжден. Но уходя в вечность, братья и сестры, ведь человек не остается таким, как был. Помните слова Писания «Восходите от силы в силу, донди же узрит Бог Бога в сионе, или будьте совершенны, як и Отец ваш небесный совершен». Есть такие слова. Писания. Так вот, святые угодники Божьи, попадая в Царство Небесное с добродетелями со своими, с благодатным устроением, они там еще более возрастают от силы в силу, приходя в благодати Божьей. До нескончаемого идеала совершенствуясь, до Бога «Будьте совершенны, як и Отец ваш небесный совершенний». Это бесконечное стремление совершенствования, бесконечное возрастание в благодати, это бесконечное возрастание в любви, в том числе и к нам, грешным. Потому что любящий Бога любит Его творение. И мы, братья и сестры, творение Божие, грешные, падшие, но ведь и Бог пришел не праведники спасти, а грешники и грешники призвать к покаянию. И мы, братья и сестры, повергая всю свою немощь, все свое несовершенство, повергая в подножие престола Божия, в сегодняшний день восклицаем Святителю Отче «Наш, Иоанне, моли Бога о нас!» И, наверное, Святитель Иоанн с улыбкой смотрит на это место, где он строил игрушечные монастыри, где солдатиков одевал монахами, где стены своего дома уставлял иконами святых угодников Божий, на место, где его родители ставили столы и кормили сельчан, как своих братьев и сестер в праздники, так и сегодняшний день братья и сестры, свято место, пусто не бывает. И дай Боже, чтобы на этом месте, как родившись, возрастал святой угодник Божий, дай Боже, возрастать в благодати и в добродетелях тем монашествующим, которые здесь поселились, имея пример для подражания. Причем, это не пример четвертого века, третьего века, это не пример апостольских времен. Святитель Иоанн скончался в 1966 году. Многие уже жили при его земной жизни из вас. И он наш современник, можно так его считать. Что ему помешало, братья и сестры? Гонения, скорби, беды. Что его разлучило от любви Христовой, по словам апостола Павла? Ничто не разлучит нас от любви Божией. Так и нас, братья и сестры, ничто не должно разлучать от любви Божией. От любви к нашей матери Церкви Христовой, которая сделала нас чадами Божьей от купели крещения. Святитель Иоанн принадлежал той же Церкви, которой принадлежим и мы. То же самое крещение, что над нами совершалось, совершалось и над ним. Так же миропомазание совершалось одним со словом печать дара Духа Святаго. И нас запечатлевали помазанием мира после крещения с этими же словами печать дара Духа Святаго. Но печать и дарований благодатных святителям распечатал. Добродетелем их исполнивши, дай Божий нам не оставить их запечатанными, а распечатать те дарования благодати Духа Святаго, которые на нас, братья и сестры, также запечатлены в таинстве миропомазания. Многие из нас являются и монашествующими, как святитель Иоанн. Многие из нас являются его земляками, ведь он и в мирском чине жил в областном губернском центре. И настроения революционные и прочее не повлияли на его настроение святости и благочестия. Так и сегодняшние, будь то политические нестроения, будь то церковные притеснения, которые сегодня мы видим, они не должны повлиять на нас, как на святителя Иоанна. Дай Боже нам возрастать в благодати священства и епископства так, как он возрастал. Так вот, братья и сестры, поверьте, что он здесь, потому что Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них, а где Бог, там Божья Матерь и ангельские силы, где Бог, там апостолы и все святые, а раз все святые, значит и святители Анны. И разве может он сегодняшний день презреть место, которое связано с его детскими воспоминаниями? Разве может он не посетить его и не помолиться за нас здесь собравшихся? Разве он, который исполнил жизни своей заповедь уважая отца твою, матерь твою, да благо ты будешь долголетен будешь и на земле? Разве он сегодня не вспомнил место своего родительской, родительское гнездо свое, место своего рождения? Разве он сегодня не посетил могилу своего дедушки Клавдия, который похоронен в селе Никольском, за разрушенным вознесенским храмом, за алтарем по описанию? Воистине, братья и сестры, святитель Иоанн здесь, с нами и причина многочисленного нашего собрания здесь и то благовение, что мы невзираем ни на жару, ни на тысячи километров дороги, ни на то, что мы это всюду здесь собрались, я скажу, братья и сестры, сегодняшнее наше собрание это икона нашего православного народа и несгибаемой нашей Украинской Православной Церкви, которая в составе Русской Православной Церкви, была, есть и находится. И вот скажите, мы стоящие здесь в храме друг другу родные? Да. Вот и весь ответ. Спрашивают, что надо, чтобы объединить Украину? Дать действовать в Украине Святой Православной Матери нашей Церкви, той Церкви, в которой был святитель Иоанн, той Церкви, в которую за ручку нас привели наши мамы и бабушки. Дай дать этой Церкви братья и сестры совершать свое служение народу Божьему, приближая его к Богу. И чем ближе народ будет к Богу, тем будет ближе друг к другу. Потому что Христос, Бог, вот основание, на котором лежит единство, основание для нашей взаимной любви и взаимопонимания. В этом лежит секрет нашего братья и сестры отношения друг к другу, как самых родных и близких людей. Потому что насколько душа выше тела, настолько духовное родство выше телесного. Но мы по-телесному родственники, ведь мы все от Адама произошли. А значит мы родственники и святителю Иоанна. И семейство Ноя после потопа возобновило род человеческий. Мы и в Ное породнились вновь. Но мы породнились и во Христе. в новую семью, духовную семью, в которой место в вечности в Царство Небесное уготовлено Богом и молитвами всех святых угодников Божьих. Мы сегодня приехали к своему родственнику на День Его памяти. К родственнику по плоти, но главное к родственнику по духу. И дай Боже нам братья и сестры это помнить. Что мы все друг близкие, родные. И при жизни хотя бы одну заповедь мы исполняли и этого будет достаточно, чтобы многие беды и нестроения в нашем Отечестве исчезли. Не делай другому того, чего себе не желаешь. если мы хотя бы это будем делать, мы уже в меру друзей Христовых войдем хотя бы одну эту заповедь исполняем, потому что в этой заповеди и весь закон и все пророки. Помните, как Господь сказал, возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твоей, всем помышлением и ближнего своего я поставил себе. В этих заповедях весь закон и все пророки. И сегодняшний день, братья и сестры, нашим собранием, свидетельствующим о любви к Боге, мы исполнили первую заповедь. В том, что мы ответили, что мы родственники друг к другу, близкие, родные друг к другу, мы исполнили этим ответом вторую заповедь. И все это слышит Бог, который сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот сегодня, чувствуя это присутствие Божие среди нас, братья и сестры, старайтесь на службе, мы сейчас и петь будем народом, старайтесь так петь, чтобы это пение было криком сердца нашего к Богу, и за свои души, и за Отечество наше, и за близких своих, и за любящих нас, и за ненавидящих нас. Молитесь сегодня за всех, сегодня молитва наша особо слышится, потому что в особом состоянии духа, и на особом месте она, и при особых условиях она совершается. А молиться за всех за всех просто. Преподобный Гавриил Ургибадзе, грузинский святой и угодник Божий. Как он интересно сказал, мне говорят, что трудно молиться за врагов, а вы помолитесь сначала за своих любимых, близких людей, за родственников, потом помолитесь за своих соседей, потом помолитесь за свое село, потом помолитесь за свой район, потом помолитесь за область, потом помолитесь за всю свою страну, отечество, потом помолитесь за весь мир. Но уже когда за весь мир помолились, уже и врагов помените, жёлых там осталось уже, уже помолитесь и за врагов. То есть окажется все просто, братья и сестры. И в этом нашей церкви оно есть. Просто мы иногда бывает как-то с каким-то, может, недоверием к своему духовному, имея духовно несовершенствованную, но как мы можем врагов любить? Можем. Помните всеукраинский крестный ход? Когда в Борисполе начали кидать в икону Божьей Матери камни, яйца, бутылки с водой, нецензурной бранью осыпать. Отец Сергий из Березани. Батюшка снял с себя филонь и одел на икону, закрывшую Божью Матерь, явившую любовь к святыне. Он говорил потом, мы сейчас с ним как родные и близкие, а после этого, он говорил, я хотел собою икону закрыть, но икона большая, я не смог бы, а у меня была риза, я ризу взял и ризой накрыл. Но при всем этом, братья и сестры, те, кто кричали нецензурную брань, бросали камни, они от бессилия на землю падали, от таких злоб было, они думали, что своей злобой не вызовут ответную агрессию от крестоходца. А крестный ход шел и пел, Богородица, Дева, радуйся. Бабушки и мамы шли, плакали, пастыри в Церкви Христовой со стыдом, нагнувши головы, шли, слушая это безумие. И с болезнью в сердце молились и за крестоходцев, и за тех. Хоть кто-то из крестного хода бросил в ответ камни, хоть кто-то за какое-то обидное слово, или тем более какую-то нецензурную брань сказал, из крестного хода, идущего с иконой, в ответ тем, кто творили такое безумие и беззаконие. Никто, братья и сестры. А это не любовь к врагам нашим, ненавидящих нас. Оказывается, это живет в Церкви. Живет в Церкви и то, что как по слову Евангелия, по примеру жизни святителя Иоанна, он всю жизнь прожил, как большой ребенок, по чистоте и по простоте своего сердца, относясь к людям. И Господь сказал, будьте как дети. Каждый из нас скажет, мы растеряли свое детство, приобретя грехи в этой жизни и столкнувшись с несправедливостью, мы утратили доверие к обществу, к окружающим людям. Нет у нас той детской чистоты, простоты, открытости, доверия, какое было в владенчестве, в отрочестве. Нет, братья и сестры. Оказывается, мы можем даже в Церкви быть как дети. Яркий пример. Вы себя видели, когда вас сегодня святой водой кропили? Детский сад. С улыбками, со смехом, руки тянут. Да, у всех, все забыли про свои больные ноги, больные позвонки, про сахарный диабет, про что-то там, забыли про положение общества. Да. Что детвора бежит на меня, брызните, и со всех сторон кричат ананас, ананас. Хотя вроде ананасы не разбрасывал, но все равно просили. И даже сегодня, братья и сестры, мы стоим, нам радостно, ведь так же? А ведь радость, она тоже имеет причину. Без Бога не бывает радости. Без Бога мрак на сердце. Без Бога озлобленность. Предательство Бога порождает озлобленность. А мы, братья и сестры, сегодняшний день радуемся. И, как сказал Господь, и радости ваши у вас никто не отнимет. До тех пор, пока мы с Богом будем с источником радости. К этому источнику всю жизнь лепился святитель Иоанн, память которого мы сегодня празднуем. Сегодня празднует американский континент, у них немножко позже, там у них сейчас ночь идет, у них немножко позже будет, у них как бы по-нашему уже завтра праздник. Но его начали праздновать святителя Иоанна, наверное, еще из Дальнего Востока идут, идут службы святителя Иоанна, празднуют, празднуют. И по всему миру идет слава святителя Иоанна и в Сербии, и в Бельгии, и во Франции, где он в гараже в кафедральный собор имел, да, и в Америке. Везде славно имя того, кто родился в этом украинском маленьком селе, который на карте тут трудно разыскать. Господь разыскал это село и увидел эту святую душу. Так Господь видит душу каждого из вас. Где бы вы не жили, то ли на Донбассе, то ли на Волыне, то ли в столице в Киеве, то ли за границей жили кто-либо из вас. Господь душу каждого человека видит и каждого желает видеть в Царстве Небесном. Не в гостях, а на постоянном поселении. В гостях мы тут. Господь хочет с нами там быть все время. Я уже шутил когда-то, братья и сестры, так показывая свою любовь. Мы бывает внуков на лето принимаем и то, когда они уезжают, говорят, фух, хочешь головы легче, уехали. Да. У нас даже терпения уже не хватает на их, хотя мы их любим, несомненно, любим, мы продолжаем любить, но бывает, что так уже шумом своим детским какими-то играми, бывает, что тяжеловато. Представьте, мы бывает время какое-то побудем с людьми и то уже как-то нам тяготимся и мы выражаем какое-то свое эгоистичное настроение, а Господь хочет с нами быть вечно, бесконечно, чтобы мы к Нему пришли, никогда с Ним не разлучались всякие, и хорошие, и плохие, и злые, и добрые, и святые, и грешники кающихся, и он и на разбойнике это показывал, на Марии египетской, и на преподобном Моисея Мурине, который это маншайки разбойников был, на всех говорит, что все ему дороги, и с каждым он хочет жить вечно и пребывать в нескончаемом бытии, и каждого из вас Бог не просто видит, каждого из вас любит. А почему мы можем с уверенностью сказать, что Бог любит? Если мы в этом мире на свет появились, сам факт нашего рождения, сам факт нашей жизни говорит о том, что Бог захотел, чтобы мы были, чтобы родилась эта живая душа, чтобы родился этот ребенок и жил на этой земле. Уже в этом залог любви Божьей и желания Божьей, чтобы мы были. Ну, желание, чтобы мы были не временны, а вечно. И мы должны, братья и сестры, Богу помогать. Его любовь, его любовь не оскорбляя, а стараясь своими какими-то добрыми делами любви, милосердия, молитвы, ревности по жизни церковной, мы должны, братья и сестры, помогать Богу спасать наши души, чтобы быть в вечности с Ним и со всеми святыми, в том числе со святителем Иоанном. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует...